Я умоляю тебя, Ильяс, не делай того, о чем потом пожалеешь. Ведь ты любишь Евсына, отдай его мне! Отдай ей, пожалуйста. Пойдем. Тише, маленький, не плачь. Не плачь, малыш. Тише, тише. Тише, маленький, не плачь. Ну, давай, ответь. Как будто мне очень хочется поговорить с тобой, господин Ильяс. Ну, как знаешь. Слушай, Омер. Алло, Суна. Послушай, случилось... Нечто ужасное. Что? Что ты говоришь, Омер? Состояние Хеллин тяжелое? Где вы? В какой больнице? Хорошо, я сейчас же займусь этим. Ты ни в коем случае не отходи от нее. Что случилось с госпожей Хеллин, госпожа Суна? Она попала в аварию. Ее увезла скорая. Господин Омер говорит, что состояние очень тяжелое. Дилан, срочно звони доктору Махмуду. Расскажи, что случилось. Пусть договорится с подходящими хирургами. На, дочка. Сделай пару глотков. Отвезем мимо Ильясу на эту ночь. Его горе и утрата очень велики. Пусть он хотя бы найдет утешение в сыне. Увезем на эту ночь, а завтра заберем. Тогда его гнев утихнет. Он не должен обозлиться. Решит, что потерял сына. Господин Джимшит, отвези нас к нему. Мы отдадим мальчика и вернемся. Дочка. Да. Ильяс очень разозлился. Он подумал, что потерял сына. Отвезем его на эту ночь. Давайте, давайте соберемся. Да поедем. Как ее состояние, господин доктор? Пока еще слишком рано говорить о чем-либо. Пациентка без сознания. У нее много переломов. Кроме того, она потеряла много крови. Сейчас ей делают переливания. К тому же, до сих пор существует опасность повреждения мозга и внутреннего кровотечения. Сейчас мы пытаемся стабилизировать ее состояние. После этого будет проведено тщательное обследование. Послушайте, госпожа Хелин, очень важный предприниматель. Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах. Можете не сомневаться. Алло, Джем. Выслушай меня. Делай, что хочешь, но немедленно найди Ильяса и привези его в больницу. Слышишь? Срочно. Ильяс на мои звонки не отвечает. Хелин попала в очень серьезную аварию. Она в критическом состоянии. Что за напасти? Усманчик, а я думала, что ты умный мужчина. Ты до сих пор не понял? Я ведь все это делала, чтобы вызвать у тебя ревность. Хочешь сказать, что все это было кокетством? Ты вышла замуж за Тахира. Крутила шашни с Омером, только чтобы заставить меня ревновать. Да, Ича? Так это было кокетство? Ну и ну, что я за мужчина? Прости, я поправлюсь. Что ты за женщина? Ты сломала себе жизнь, чтобы вызвать у меня ревность? Но зачем ты так беспокоилась, Ича? Все, хватит. Уже ночь. Ты же не здесь меня разместишь? Каков твой план? Господи, вставай. Ладно, ладно, поднимайся. Вставай. Вот наказание на мою голову. Ипек и так очень вспыльчивая женщина. К тому же, зачем ты говоришь в ее присутствии всякие глупости? Послушай, я не несу ответственность за свою жизнь, запомни. Я говорю, что у нас большие проблемы, ты не понимаешь? Куда мы пойдем? В ад. Ясно? Ладно, пошли скорее. Не будем здесь задерживаться. Эй, Джишхун! Да? Не забудь запереть магазин. Хорошо, шеф? До свидания. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Мы здесь остановимся. Прошу прощения, госпожа Айча. Не обижайтесь. Если бы вы предупредили заранее, мы бы вам расстелили красную дорожку. Но все случилось так неожиданно, простите. Но там внутри вас ждут с хлебом с солью. Если мы сейчас же не выйдем из машины, жители заставят нас съесть пуд соли. Давай, Айча, скорее. Осман, что я потеряла в отеле? Почему мы не едем к тебе домой? Из-за вашего кокетства я оказался абсолютно голым и босым. Большое спасибо. Поэтому мы не едем домой. Никакого дома нет. Послушай, не беси меня. Осман! Я тоже живу в отеле. А так мы будем жить вместе? Размечталась. Я тебе сниму самую заброшенную дальнюю халупу. Клянусь! Выходи, выходи, я замерз. Скорее, Айча. Сынок, завери чемоданы. И отгони машину. Все, пошли, Айча. Заходи. Айча. Айча. Сынок, сынок. Смотри, кашка готова. Да, сынок, накорми мальчика. Давай. Ильяс, зачем они принесли ребенка так поздно? У него что, нет матери? Разве такой маленький может обойтись без мамы? Его мама вышла замуж за господина Джимшита, мама. Я считаю, что ему теперь не пристало жить с матерью. Ешь, ешь, сынок. Ешь, малыш. Я поехал к ней и сказал, что забираю ребенка. Что теперь он будет жить со мной. Но он очень плакал, и я не смог его забрать. Потом его привезли. Думали, что так успокоит меня. Чтобы я не бесился и не отнимал у них ребенка. Но ничего, они останутся с носом. Ребенок больше не покинет этого дома. Ешь, сынок. Молодец. Добрый вечер. Ильяс. Ты должен срочно ехать в больницу. Что случилось? В какую больницу? Мы с самого утра звоним тебе. Ты не слышишь телефон? Хелин попала в страшную аварию. Ее состояние критическое. Ну да, конечно. Как же. В этом сезоне сериала придумали такую фишку. Но у нее ничего не выйдет. Потому что все это известные приемы. Неужели и ты стал орудием в их играх? Братишка, на этот раз это правда. Хелин попала на мотоцикле под грузовик. Ты это видел собственными глазами? Нет. Ильяс. Собирайся, сынок. Мы поедем в больницу к Хелину. Не напоминайте мне об этой женщине. Пусть подыхает. Я больше не желаю слышать ее имени. Даже о ее смерти мне не рассказывайте. Не желаю. Джейм, давай, сынок. Тогда ты меня отвезешь. Скорее. Давайте, давайте, поезжайте. Не опаздывайте на спектакль. Прекрати, Ильяс. Брат, я не поняла. Это тоже притворство? Ну, конечно. Я теперь раскусил эту психопатку. Она плетет новую интригу. Каждый раз, как только ее прижмет. Но я больше ни на чью удочку не попадусь. Ешь, сынок. Вот молодец. Еще ложечку.